У нас с вами остается еще половина-два урока. И надеюсь, что мы проведем их с пользой для вас. Итак, вот мы возвращаемся к нашему тексту. Будем говорить о нумерации пунктов. Пожалуйста, давайте, кто у нас читает. Вот это мы с вами посмотрели. Я вам отправила в чат все, что показывала. Все материалы дополнительные, которые у меня были к этому заданию, вы их получили. Дома еще раз можете внимательно посмотреть. Или посмотреть, когда будете готовиться к экзамену. И ничего сложного в нумерации нет. Просто нужно помнить маленькие подробности. Я думаю, что это будет не проблема для вас. Что вот, например, должно быть это требование, это ГОС. Что здесь точка, точка, но после последнего пункта точки нет. Это важно. Итак, пожалуйста, кто будет читать? Читаем вот эту часть. Вот это, пожалуйста, кто читает? Кто готов читать? Можно, можно, конечно, да, это можно. Можно. Их фактическому отсутствию. Хорошо. И вот эту часть. И вот эта часть. Порядковую нумерацию. Нет, 4, 2, 1, 1. Мы не говорим слово «точка». 4, 2, 1, 1. Да, и так далее. Вот она, собственно, у нас вот это вот сокращение. И так далее. То, что я вам показывала. Дальше. Внутри. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова использовать арабские цифры. Ага, стоп, спасибо. Итак, мы с вами видим, что вот такая подробная нумерация должна быть обязательно. Что еще здесь очень важно? Если мы строчные... Можно еще писать не один, два, три, а А, Б, В. Но, посмотрите, вот эти буквы русского алфавита не используются. Эти буквы русского алфавита не используются. И вот у нас есть примеры. Можно взять А, Б, В, можно взять один, два со скобкой. Пожалуйста, вот здесь. И последнее. Каждый структурный элемент рукописи следует начинать с нового листа. То есть имеется в виду элемент здесь глава. Каждая глава рукописи начинается с нового листа. И вот эта вот сквозная нумерация обозначает, что от первого до последнего. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на этот текст. Если у вас ко мне вопросы по тексту, если по тексту вопросов нет, тогда я вам сейчас продемонстрирую пример, вот как это все должно быть. В качестве примера я взяла диссертацию китайской аспирантки, которая будет защищаться 25 апреля в диссертационном совете МГУ. Вам не нужно читать, что там внутри. Я вам только покажу, как она сделала оглавление, что у нее получилось замечательно. И по ее оглавлению любой человек, который хочет прочитать ее диссертацию, прочитав оглавление, он понимает, о чем пойдет речь, о чем будет эта диссертация. Итак, есть вопросы? Если вопросов нет, тогда я вам. Что, какой вопрос? А для русских алфаватов почему не используют? Вот эти буквы можно использовать, кроме этих букв. Ну, например, буква Ё, она специфическая, ее не используют в тексте. Вот вы видите, буква Ё, вот эти две точки над буквой Ё, да, ставятся только в текстах для иностранцев, и то только на подфаке. Поэтому вот в науке вот это вот А, Б, В, да, не используется. Не используется буква З, потому что она похожа на тройку. Три. Похожа. Буква О не используется, потому что она похожа на ноль. также не используется буква Г, мягкий знак, И, И, и твердый знак, потому что эти буквы, ну вот, например, мягкий знак, твердый знак, И, они не имеют своей огласовки. То есть они просто, ну, твердый и мягкий знак показаны, как твердость или мягкость передают предыдущего звука. Поэтому вот именно эти буквы не используются. Остальные буквы русского алфавита могут использоваться. Точно так же есть и есть ограничения для использования букв латинского алфавита. Они тоже не все там используются, а только есть буквы, которые не используются. Так, теперь мы смотрим диссертацию. Сейчас у меня придется... Я сейчас попробую ее сократить. Так, сейчас. Итак, мы читать с вами не будем. Ну, все работают с компьютера, да? Вот это первое называется титульный лист, где, как и было сказано, что нет номера. Вот на титульном листе номер не ставится. Что есть на титульном листе? Первое – это название вуза. В МГУ есть свой диссертационный совет. Поэтому у вас на вашем титульном листе будет стоять Министерство образования и науки и Московский государственный технологический университет Станкин. Потому что мы подчиняемся Министерству образования. Есть университеты, которые имеют право на свои программы, на свое видение образовательного процесса. И таким вузом является МГУ. Точно так же, как Питерский, Санкт-Петербургский университет. Они тоже работают по своим планам и программам. То есть формально, да, они имеют отношение к Министерству образования, но, в принципе, они свободны от правил Министерства. Поэтому вот здесь, поскольку защита будет в университете, в диссертационном совете МГУ, то прописано только один университет. Вот дальше все, что мы с вами видим дальше, это обязательная позиция для каждого титульного листа. Вот это и есть титульный лист. Первый лист, на нем нет номера. Обязательно пишем на правах рукописи, причем именно вот так. Формат диссертации А4, это размер страницы, А4. Дальше начинается имя и фамилия диссертанта, аспиранта, Мау Юй Пен. Дальше идет название ее диссертации. Потом специальность, вот это выглядит вот так. То есть у вас у каждого тоже будет имя, фамилия, название диссертации, специальность, по которой вы пишете эту работу. Дальше у вас название диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. У вас у каждого будет там свое направление, но преимущественно у всех будет на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Потом указывается научный руководитель. Вот он, научный руководитель. И сейчас, вот чтобы было видно, что нет. Вот вторая страница идет только с оглавления. Здесь видно, что нет номеров страниц. Кто научный руководитель? И стоит город Москва, 2024 год. У вас точно так же, если защита будет в Москве, то будет стоять город Москва и дата. Дата. Итак, еще раз. Перед вами титульный лист, который является универсальным, вот начиная с этого момента, вот на правах рукописи и все остальное. Он универсальный для всех диссертаций. Неважно, технические, экономические, биологические, математические. Вот это должно быть. Вот это обязательная информация, которая есть на титульном листе. Титульный лист не имеет номера. Вопросы? Теперь после титульного листа сразу идет оглавление. Вот у нас номер два. Вторая страница. Значит, диссертант выбрала. Пишем оглавление. Да, вот оно стоит посередине. Оглавление. У нас есть обязательные, как мы с вами говорили, структурные элементы. В обязательные структурные элементы входят введения. Вот мы... Не могу, потому что они автоматически сделаны. Сейчас попробую. Да. Итак, это введение. Вот вы видите введение. Обратите внимание, что введение... Так, сейчас. С пятой по двенадцатую страницу. Вот тринадцатая страница. Начинается первая глава. Вот она, первая глава. И дальше, если некоторые... Мы с вами говорили, что есть разделы и подразделы, то здесь, в этой диссертации, аспирант выбрал знак параграфа. Вот это параграф. Вот знак параграфа. Параграф один. Но параграф один также состоит из разделов. Видите, у неё один. Один один. Один два. И дальше. Единственное, что... Но для гуманитарных диссертаций на это не обращают внимания. Мы говорили, что вот здесь не должно быть... Не могу вам показать. Потому что в интернете она висит. Не должно быть номера. Один один. Вот здесь не должно быть номера. Но дело в том, что... ...стоять точка. И мы все... Вот и у меня диссертации, и все диссертации, которые я читала, и отзывы, на которые я писала, мы ставим эти точки. Хотя вот в требованиях этой точки не должно быть. Это понятно? Посмотрите, пожалуйста. Чёрным жирным шрифтом выделяются структурные элементы. Какие? Введение. Глава 1. Название главы. Глава 2. Дальше. Глава 3. Выделяется заключение жиром. Список литературы. Приложение. Как я вам и говорила, что приложение... Ну, по требованиям должно быть... Ну, технические, опять-таки, технические ставят там А, Б. Да, и название. Ну, гуманитарии ставят приложение номер 1, номер 2. Ещё раз говорю, это связано с тем, что мы филологи. И вот так мы видим ситуацию. Поэтому, если в вашей... Если в экономике допускается ставить приложение 1, 2, номер, значит, так вы и будете делать. Если нет, если нужно так, как мы прочитали, тогда мы ставим приложение А, Б и название этих приложений. Как вы видите, здесь это есть. Теперь возвращаемся к нумерации. Возвращаемся к нумерации. Обратите, пожалуйста, внимание, что в этой... Вот вы видите мою стрелку? Нет. В этой диссертации 187 страниц. 187 страниц. Но мы с вами говорили, что введение – это самое короткое... Вернее, нет, не самое. Самое короткое – это у нас заключение. Небольшая часть диссертации, но очень-очень важная. Небольшая, но очень важная. Здесь она занимает 8 страниц. 8 страниц. Есть еще автореферат. Я вам тоже его покажу, открою. В автореферате эти 8 страниц могут превратиться в 4 страниц. Потому что объем автореферата ограничен. Посмотрите, глава 1. Теоретические основы. Мы у всех, у вас, первая глава – это будет теория. Это будет теория. Поэтому это тоже универсальное требование к диссертациям, независимо от того, они технические или гуманитарные. Дальше я сказала, что диссертант выбрал не раздел, а параграф. Вот она ставит знак параграфа. Вот он. Я не могу поставить, потому что сейчас в интернет ссылка идет. То есть видите, знак параграфа, а дальше вот эти части. То есть подразделы у параграфа есть части. 1.1 – это понятие порядка слов. Второе 1.2 – понятие порядка слов в научном сознании. Первое там в жизни, в быту. И второе – это философская история вопроса. Поэтому эта глава также не очень большая. И посмотрите, пожалуйста. У нас глава заканчивается выводами. Выводы к главе 1. У нас с вами было выводы по главе. То же самое. То есть вот здесь она выбрала форму выводы к чему. К главе 1. Но мы можем написать выводы по главе. Собственно, вот это вот. Дальше опять-таки мы с вами видим. Вот она многоступенчатая нумерация. У нас вторая глава у нее лингвистическая. Очень большая лингвистическая глава. Там вот это одно из замечаний, которые я буду писать. Что первая глава у нее занимает 20 страниц там с небольшим. А вторая глава занимает 90 страниц. Так не должно быть. Главы должны быть примерно одинаковые. Вот если у нее вторая глава 90 страниц, то первая глава должна быть порядка 60, ну 40 страниц. 60, но никак не 20. Это тоже одно из замечаний. У вас текст должен быть разделен примерно на равные части. Первая глава теоретическая, она может быть чуть меньше, но не меньше, не в несколько раз. А именно, например, там, ну на 20-30 страниц меньше, чем вторая глава, если она очень большая. Дальше мы с вами видим, вот они, параграфы, да, 1, 1, 1, 2. А дальше уже идут совсем подпункты. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2. И это еще не конец. Вот такую структуру предлагают. А вот здесь, посмотрите, сколько основные словопорядковые конструкции, она рассматривает их 6. И вот для них выбрана именно вот такая нумерация. Каждый порядок описывает. Хотя посмотрите, пожалуйста, какие они короткие. Если вы посмотрите здесь, то у нее начинается подпункт на странице 50. Дальше идет страница 50, 51, 52, 54. То есть фактически она разбивает на очень-очень маленькие части. Одна страница или полторы страницы. Вот видите, да? Сейчас я покручу. Вот у нее всего, да, во второй главе на 90 страниц у нее параграф 1, параграф 2. И все. Два параграфа. Но при этом внутри очень такое детальное деление. И выводы к главе, второй главе заканчиваются. Заканчиваются выводами. Любая глава заканчивается выводами. Выводы примерно на одну страницу. Мы с вами сейчас посмотрим. Вот она. Третья глава идет тоже. В третьей главе первый параграф, второй, третий, четвертый, пятый. Вот здесь пять параграфов во второй главе. Ну или разделов. Аспирантка выбрала название параграф. Ей так понравилось. Это можно. То есть параграф – это тот же раздел. У нее пять разделов. Глава заканчивается выводами, заключением. Вот заключение всего лишь полторы страницы. Если вы посмотрите заключение на страницу 165 и 167. Ну где-то вот около двух страниц. Мы с вами говорили, что каждая глава введения, каждая глава, заключение, список литературы, приложение начинается с новой страницы. Но нумерация, вот она, сквозная нумерация. Начало у нас с вами введение на пятой странице. Почему на пятой? Потому что у нас вторая, третья и четвертая страница – это оглавление. Вот оно, оглавление. Вот оно, начинается введение. Пожалуйста, пятая страница начинается введением. Это обязательные позиции. Так, пока все понятно, есть вопросы? Вопросы? По структуре оглавления? Читать вот то, что там внутри, вам не нужно. Это я вам сейчас только форму показываю. Какая должна быть форма? Здесь вот это все содержание, вы будете свое вписывать. Вот она, сквозная нумерация. Вот начинается с пятой главы. То, что мы с вами говорили, вот она, актуальность. Она выделяется. Степень разработанности исследования. То есть здесь кто что писал по этой теме. Вот оно, перечисление. С датами работ, которые прочитал диссертант. В скобках стоит. Какого года книга? Он прям списком идет. Дальше. Объект исследования, предмет исследования. То, что мы в предыдущей главе, когда писали о проблеме, о теме и проблеме, мы с вами выделяли вот эти структурные компоненты. Это должно быть, помните, да, в структурные компоненты у нас входит проблема, актуальность, объект. И проблема вот, видите, я выделила золотом. Она не называется проблемой, но это и есть проблема. То, чего не хватает. Вот почему она делает эту тему, почему она ее разрабатывает. Потому что отсутствует системное описание какого-то явления в грамматике. Нет системы. И нет системы описания. И эта система описания, с ее точки зрения, должна быть ориентирована на китайскую аудиторию. Это очень важно. Именно вот должна быть своя аудитория. Дальше мы видим следующий структурный элемент – цель. Задачи, которые ставит перед собой диссертант. В этой диссертации восемь задач. Дальше методология. То есть вот опять-таки основные труды и имена и фамилии ученых, которые занимались этой проблемой, над которой работает диссертант. Мы с вами уже говорили, что просто так, да, вот из ниоткуда, вот не может быть, что она берет проблему и сама от начала до конца эту проблему решает. Нет. Проблема появляется тогда, когда что-то недоделано, что-то еще можно написать по этой теме. И вот мы видим. Дальше мы переходим к научной новизне. Вот она, научная новизна. Она идет тоже пунктами. Теоретическая значимость – это то, что мы в проблеме видели с вами. Практическая значимость. Материал, который диссертант берет для исследования. Ну, поскольку это филологическая диссертация, то она берет материал научной литературы, художественной литературы, публицистической, а также есть такой большой поисковая система Яндекса. Поисковая система Яндекса и есть еще корпус национального русского языка. Собственно, это вот и для филологов это является основной базой материала. Вот тоже обязательная позиция – положение, выносимое на защиту. То есть то, что человек предлагает нового, и он это защищает. Вот эти положения. Здесь их пять. Ну, дальше обоснованность и достоверность результатов, соответственно, и апробация. Апробация, мы с вами говорили, что это публикации. Вот видите, она перечисляет все свои публикации, которые у нее есть. Обязательно указывает, какая структура диссертации. И вот она, новая страница. С новой страницы начинается глава «Теоретические основы». Значит, что здесь важно? Вот там говорится, что название главы, вот все, что у нее там было, вот здесь, смотрите, пожалуйста. Вот все вот эти названия, которые есть, если даже человек много раз переделывал текст, они должны совпадать вот с этими названиями. Вот у нее, пожалуйста. Ну, название глав, понятно, что вот. Название глав, да. Потом у нее первый параграф, вот это части к первому параграфу. Вот они. Порядок слов. Вот это все, что вы видите вот черным, да, вот это вот, вот. Это то же самое должно быть в оглавлении. Слово в слово. Точно так же нельзя ничего менять. И вот эти номера, и вот это название. Все должно быть там. Вот следующее. Так. Ну, у нее в сопоставлении русского и китайского языка, собственно, те трудности, которые испытывают китайские студенты, спиранты и магистранты, которые изучают русский язык. И для которых русский язык – это инструмент, на котором они будут писать свою работу. Вот, опять-таки, вот оно из истории, пожалуйста. Историческая часть. Вот каждое, вот это вот, выделенное черным, это должно быть правильно отражено в названии. Вот все вот эти вот позиции, вот они, они отражены в названии. Сейчас мы перейдем к короткой части. Здесь есть. Так, это примеры. Вот они. Видите, вот такая сложная нумерация. Вот все это есть. Вот это вот. Ну, это мои. Вот то, что мы видели, вот это вот много-много там позиций. 1, 2, 3, 1, 1. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Первое. И вот эти все конструкции, где я сказала по одной странице, вот оно, видите, одна страница. Вот оно начинается. Вот оно заканчивается. Вот второе. Вот начинается, вот заканчивается. Ну и так далее. Теперь давайте в конце. То есть, в принципе, вот это все понятно. Теперь смотрим, что у нас. Это все мои желтые пометки, которые я должна была писать. Отзыв на эту работу. А теперь вот 160. Сейчас. Еще третья глава. Вот заканчивается, да, работа. Заканчивается. Дальше выводы к третьей главе. Точно так же. Все выводы пишутся с новой строки. Все выводы пишутся с новой страницы. После выводов по последней главе, вот тут, видите, совсем немного. У нас заключение. Вот перед вами заключение. Заключение занимает две страницы. Даже меньше. Да, вот смотрите, одна страница. И вторая страница. Как видите, любое заключение, оно идет. Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы. И дальше идет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что у нас важно? Вот седьмое. Поскольку работы практические, то перспективы исследования или практическая значимость. То есть где можно использовать результаты проведенного исследования. Вот это вот обязательная позиция. Вот он список используемой литературы. Как видите, сначала список идет на русском языке. Это обязательное требование. У вас будут списки и на русском языке, и на иностранном языке. Поэтому здесь мы с вами видим, сначала список идет на русском языке. Ну, она вперемешку сделала. Не знаю, зачем. Но видите, у нее здесь и китайские авторы. Ну, вообще-то она читала это на языке оригинала, поэтому здесь неправильно. В принципе, это не так делается. Сначала пишется вся литература на русском языке. На русском языке. А потом уже в конце. Вот. Заканчивается на «я», да. А дальше вот с этой позиции. Это уже идет литература на иностранном языке. Она почему-то вперемешку сделала. Ну, не знаю, это будет уже тоже как одно из моих замечаний. Но требуется так. Сначала идет прочитанная литература на русском языке, потом на иностранном языке. Такой порядок. Вот они, приложения. Вот приложение один. Это анкета для студентов. Вот она предлагает. И второй список участников. Которые проходили у нее опытное обучение. Ну, собственно, вот приложение. Еще приложение два. Это ключи к упражнениям. Поскольку это работа педагогическая, то диссертант предлагает упражнения и ответы. То есть ключи. Вот если коротко, то вот такая структура диссертации. Но мы сейчас с вами говорим о том, что вот все вот эти разделы, которые есть внутри, они у нас все, абсолютно вот все отражаются вот в этом оглавлении. Единственное, еще раз повторяю, сейчас меньше минуты, мы переподключаемся и последний урок. что все главы, все большие, вот то, что выделено Жерном, вот это вот введение, глава 1, глава 3, 2, 3, это все они начинаются с новой страницы. Но нумерация вот начинается со второй страницы. Вот у нас вторая страница оглавления, она здесь не поставила. И заканчивается, неважно, все это заканчивается. Последняя страница, 187-я страница. Так, есть вопросы? Если вопросов нет, тогда я закрываю. Ну, нет. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...